Никого не будет Один зимний день в сквозном проеме Незадернутых гордин Только белых мокрых комьев Быстрый промельк маховой Только крыши, снег И кроме крыши, снега никого Крыши, снега никого И опять зачертит иний И опять завертит мной Прошлогоднее уныние И дела зимы иной И дела зимы иной Но нежданно по портьере Пробежит вторженье дрожь Тишину шагами меря Тишину шагами меря Тишину шагами меря Ты как в будущность войдешь Ты появишься у двери В чем-то белом Беспричуд В чем-то Впрямь из тех Материй Из которых лопья шьют Из которых лопья шьют Никого не будет в доме Кроме сумерек Один зимний день В сквозном проеме Незадернутых гордин Незадернутых гордин Добрый вечер, Гомель С наступающим вас Новым годом И Рождеством! Дорогие друзья, на Беларусь 4 Праздничный прямой эфир Сегодня в этой студии Мы будем делать салат с горошком Кто не успел И кто не знает рецепт Записывайте Мы расскажем, что такое Правильный, модный, новогодний макияж Ну и, конечно же, праздничное настроение Сегодня с любимыми песнями Нам обещает музыкант Вячеслав Корса Ну что, Вячеслав, уже праздничное настроение чувствуется Вот горошек Песни Песни, да, самые любимые А скажи, пожалуйста, как ты обычно Вот отмечаешь Новый год Так как все музыканты Или как-то Нет, я принципиально делаю это только дома Не, ну были когда-то там в молодости Может когда-то с друзьями Но с тех пор, как я человек семейный Только с семьей, только с детьми, с женой Вот только у нас Вот только так Я отказываюсь от всех предложений Потому что были предложения в новогоднюю ночь И эти предложения достаточно всегда неплохие И высокооплачиваемые Но как бы вот, ну, а как они без меня там будут дома все Вот я где-то там работаю А они нет Поэтому только дома, только семьи На самом деле это, да, редкая такая категория музыкантов Которые Новый год отмечают дома А, кстати, вот каким был, ну, на твой взгляд, самый, может быть, необычный Какой-то самый оригинальный Новый год Я имею в виду новогоднюю ночь У меня последние пять лет Каждый Новый год Необычный и оригинальный Потому что у моей жены день рождения 31 декабря И поэтому у нас Каждый Каждый Последние пять лет Каждый год Двойной праздник И два подарка Вот Счастливая женщина Так что вот так вот у нас происходит Спасибо Ну что ж, дорогие друзья Нам тоже очень интересны, кстати, и ваши истории Каким был ваш самый памятный Новый год Звоните в студию, пожалуйста 34 22 43 Присылайте нам свои истории в Айбере Поздравляйте также друг друга и своих родных и близких С наступающим Новым годом и Рождеством На Беларусь 4 праздничная программа Добрый вечер, Гомель И мы поздравляем всех с наступающим Вы знаете, дорогие друзья Вот в канун Нового года Принято оглядываться обычно назад На год уходящий Подводить итоги Делать какие-то выводы Ну и, конечно же, строить планы На будущее 365 дней И многие из нас верят Что загаданное Вот в это праздничное время Непременно исполнится Вот почему Полезны Чем полезны Новогодние желания Вот очень хочется узнать Прямо сейчас В прямом эфире И зададим этот вопрос психологу У нас в гостях Людмила Тутынина Встречайте, пожалуйста Людмила, добрый вечер Добрый вечер Ну, с наступающим Спасибо Я тут тоже с сюрпризами Ну, мы будем ждать И очень любим твои сюрпризы Наши зрители к ним Как бы так всегда готовы Поэтому, да Будем ждать очередного сюрприза Ну, присаживайся Спасибо И если позволишь Я бы хотела, наверное, начать С личного вопроса Позволяешь ли, Люда Ты себе мечтать? Ой, Наташа, позволяю И как? Как на духу Позволяю Скажи, пожалуйста А почему вообще полезно мечтать? Почему полезно строить планы На Новый год? И вообще, почему В канун Нового года Мы стремимся Совершать какие-то Безумные поступки Которые, которые, наверное, В обычные дни И никогда бы не задумались об этом Вот смотри Загадываем желание Разве это не Необычный поступок А ведь, смотри Вот куранты, да Пробьют Ну что, разве что-то изменится Вот Почему так происходит? Есть такая Одна очень известная Расхожая фраза Да, что У пессимистов Забываются их кошмары А у оптимистов Их мечты Поэтому Перед Новым годом Наше общество Становится таким Оптимистичным бодрячком Бегает за подарками Поздравляет людей То есть Градус Эмоциональный Настолько высок Эмоций Энергии Много И на этом фоне Очень здорово Загадывать желание А на этом фоне Желание, в принципе Способно исполниться И вообще Загадывание желания Приближает ли их Исполнение Знаешь, Наташ Вот общаясь С достаточно Известными Предпринимателями И бизнесменами Я им задавала Один такой вопрос Ребят, что самое главное В реализации проекта Какой-то бизнес-идеи Любой идеи Они говорили так Самое первое Нужно мечтать И очень активно И очень сильно мечтать Если не будет Вот этого Высокого тонуса Да У этой мечты Ничего не получится Поэтому Новый год Время для того Чтобы поднять этот тонус И мечтать Как только ты можешь Ты знаешь, Люда Я, наверное, сегодня Покажусь нашим телезрителям Очень вредной Но все-таки Задам этот вопрос Все-таки Как ты считаешь В чем же Вот эта особая энергетика Нового года Которую с тобой Несет этот праздник Вот Может быть Это все-таки Такой Излишний тренд Современный Который навязан Нам сегодня рекламой Знаешь, Наташа На самом деле Этот праздник Откуда он взялся Я даже не могу сказать Его невозможно приурочить Например К концу посевной Или к началу посевной То есть Он на пустом месте Но Однажды кто-то Произвел Мягко говоря В общество Такой вброс Назвем вещи По-современному Вброс И людям понравилось И люди коллективно решили Будем праздновать праздник Будем водить хороводы Будем радоваться Будем загадывать желания И будем делать это каждый год Это приросло Это коллективное мнение Коллективное Причем По всему земному шару Вот Поэтому Если люди так решили Быть праздником Но почему бы Не исполниться желанием В этот день Это как атрибут Этого праздника То есть Особая энергетика Которая несет с собой Этот праздник Это то, что Наверное, люди Сообщая его хотят Сообщая его хотят И потом, Наташа Сколько много огня Огня Огонь внутри Огонь Даже у нас Вот здесь в студии Посмотрите, как праздничное Мы все светимся Правда? От удовольствия От радости Спасибо, Людмила Наташа Прямо сейчас Начинает загадывать Желание Уже начинает загадывать? Прямо сейчас Уже загадала Но есть еще одно Я думаю, что в конце программы Вдруг оно исполнится Вы знаете, дорогие друзья Вот посыпались сообщения В Вайбере Вот Мария Федоренко Например, поздравляет Свою любимую передачу Добрый вечер Гомель С Новым годом Спасибо Мария Федоренко Эти аплодисменты Для вас Мы тоже вас любим Любим всех наших телезрителей Влад сообщает, что его лучший Новый год был на крыше дома Три года назад Поближе к звездам Влад, мы очень рассчитываем, что вы все-таки спустились с крыши И три года Хотя, может быть, именно так же собираетесь встречать эту новогоднюю ночь Артем говорит, что отмечал Новый год в Женеве Очень понравилось Там было красиво все украшено Роскошный фейерверк Прекрасный праздничный стол Музыка Это был 2015 Замечательное сообщение Прислала нам Вероника В этом году я жду волшебной ночи Так как буду встречать Новый год с любимым человеком Я счастлива, чего желаю Всем вам с Новым годом, Вероника Спасибо, мы очень рады за вас Спасибо за поздравления Действительно, счастья вам Вячеслав, вот посмотрите, как люди готовятся к встрече Нового года А вот такие творческие люди, как ты, наверняка тоже верят в новогодние чудеса? Ну, в Новый год всегда есть какая-то энергетика, которая, не знаю, возвращает к жизни Вот можно устать в процессе подготовки Подготовка к новогодним праздникам, это всегда суета Беготня, это магазины какие-то Тем более в такую погоду, как сейчас А вот вдруг это все наступает И сразу вот какой-то такой расслабонный, релакс такой Да, и действительно вот этого ощущения ожидаешь И к нему готовишься И понимаешь, что сейчас вот И еще важное, вот для меня в Новый год происходит одно очень важное Не 22 декабря, как у всех нормальных людей А в Новый год Ощущение, что вот уже Скоро лето Скоро лето Все, дальше уже Там уже немножко осталось Там уже так вот февраль Вот все наши самые лучшие моменты связаны с каким-то ожиданием Заканчивается лето, мы ждем Новый год Случился Новый год, мы ждем лето Не в этом ли вот эти все чудеса, Людмила, на самом деле происходят? Наташа Не выйдет ли такие вот моменты ожиданий? Понимаешь, вот люди, ну скажем так Ну очень много чего в жизни Там, совершают какие-то поступки Ходят там на работу Общаются с огромным количеством людей, да И по сути дела они несут такой огромный груз информационный, да Эмоциональный груз И очень хочется вот этот груз хотя бы временами снимать Ну например, в день рождения, да Вот тоже происходит вот такое же обнуление А тут день рождения, ну считай, что У всех На всем земном шаре у всех Раз и все обнулились И это очень здорово После Нового года все становятся какими-то другими Более счастливыми, более довольными Салата объелись Какие-то истории рассказывают Что-то такое, что-то нас сблизило Что-то нас объединило А знаешь, вот есть одно сообщение От Левтины С каждым годом ощущение праздника куда-то уходит И жизнь вот так неумолимо летит Пишет наша телезрительница И у меня в основном самые теплые и хорошие воспоминания Про Новый год родом из детства Вот Людмила, вот видишь Для многих новогодние праздники Это все-таки еще какое-то и настоящее испытание Для кого-то это даже время вот мандарины Да, елки, подарки, шампанское А вот что делать, если ничего из этого не радует И все самые лучшие воспоминания Связаны с детством А вот не надо бояться одиночества Не надо бояться остаться в новогоднюю ночь Один на один Ну, во-первых, мы никогда один на один не остаемся Ну, а если вдруг такое даже происходит Ну, почему? Есть Господь Бог Ты уже можешь с ним беседовать, да? Ну, почему мы боимся жизни? Ведь жизнь — это не только толпы людей И не только шумная громкая музыка Не только огромное общение со всеми Это еще и самобеседа в одиночестве, в тишине, да? Те же тоже самые бой курантов Но почему бы не испытать вот это бы? Новый опыт пережить? Почему бы и нет? Ведь на сегодняшний день современные люди Отправляются куда-то там на какие-то там острова В каких-нибудь океанах, чтобы только побыть в одиночестве Ну, придумайте себе этот остров на Новый год Вот я один, один на один Вот сейчас Пусть даже без телевизора Пусть будет только века Подожди, Людмила, будешь так продолжать? Я сейчас отменю все свои новогодние планы И обязательно встречи Новый год одна Я говорю о новом опыте Не надо бояться одиночества Не надо Спасибо Спасибо большое А знаешь, вот все-таки Одни мы встречаем Новый год Или в шумной кампании В любом случае мы готовимся к этому празднику И, кстати, стилисты утверждают, что готовиться к праздничной ночи надо заранее Ведь как встретишь Новый год, так его и проведешь Так что, дорогие друзья, далее в нашей программе вы узнаете, как же сверкать новогоднюю ночь И какие секреты новогоднего макияжа следует знать, чтобы оставаться красивой до утра Если у вас нет собаки Ее не отравит сосед И с другом не будет драки Если у вас, если у вас, если у вас друга нет Друга нет Оркестр гремит басами Трубача выдувает медь Думайте сами, решайте сами Иметь или не иметь Иметь или не иметь Если у вас нету тети То вам ее не потерять И если вы не живете То вам и не То вам и не То вам и не умирать Не умирать Оркестр гремит басами Трубача выдувает медь Думайте сами Мешайте сами Иметь или не иметь Иметь или не иметь Вот Думайте сами, да, дорогие друзья Решайте сами Иметь или не иметь Ну что ж, Вячеслав, я вот хотела обратить внимание Что вот это добрая традиция Да, вот песни Из кинофильма Ирония судьбы Или с легким паром Кстати, вот моя знакомая одна Она говорит, что у нее Новый год Не начнется Пока она один А лучше несколько раз Не посмотрит этот фильм Не перепоет эти песни И в принципе она не одинока Ведь согласитесь У кого-то какая традиция новогодняя? Обязательно салат с горошком Практически все Кто-то в бане идет Да, у каждого своя Кто-то в соседний город летит А для кого-то, скажем так Для большинства нашего народа Это все-таки пересмотреть фильм Именно с легким паром Или ирония судьбы А вообще, Вячеслав, какие новогодние традиции тебе? Ну вот эта традиция долгое время была Потом сейчас, конечно, уже Ну нет, некогда Вот уже, ну просто Подготовка она все-таки К празднику занимает Ну все-таки двойной праздник, тем более Вот Но если идет этот фильм Обязательно нужно посмотреть Я не скажу, что какие-то традиции Какими-то обросли мы Какими-то традициями Вот моя семья, например Да Наверное, нет Наверное, традиций Традиций каких-то таких нет Даже кулинарных традиций Даже если говорить про кулинарные традиции Мы их и мы шли Как? То есть горошек, оливье? Нет Серьезно? Да, серьезно Изменщик нашим традициям Сегодня научим Сегодня введем в вашу семью, Вячеслав Не можем заставить Да, такую традицию Люда, а вот как ты обычно Проводишь вот эти последние дни Накануне Нового года Наташа, ты знаешь Очень банально Почему-то для меня Вот, ну, дело чести Все в доме перестирать Так Вот каждый год Как вот кто-то идет в баню Чистится, моется Да, вот точно так же Мне нужно все в доме перестирать И вот до последней тряпочки Это единственное условие При котором я себя чувствую Очень комфортно Это, видишь, такая твоя Добрая традиция Начинать Новый год С какого-то еще Чистого С чистого, может быть, листа Да, вот как с чистого листа А все остальное Очень традиционно Шуба Оливье Ну и там по списку А, кстати, вот новогодний макияж Он как-то входит Вот в эту традицию Ты уже думала, каким будет Твой новогодний макияж Вот в эту новогоднюю ночь? Саш, ну, ты же понимаешь, что всегда хочется быть красавицей А вот мы по жизни красавицей А в новогоднюю ночь хочется еще быть Хочется блистать Блистать, да, вот красавица, конечно Знаешь, вот действительно очень хочется быть красивой В новогоднюю ночь Наверное, даже не так, как обычно Вот что-то хочется необычного Так вот, дорогие друзья О секретах новогоднего макияжа Прямо сейчас в этой студии нам расскажет стилист Ольга Щеголькова Встречайте, пожалуйста Ольга, добрый вечер Представьте нам, пожалуйста, модель, с которой сегодня будете работать Моя модель зовут Марина Очень приятно, Марина И мы будем делать новогодний макияж Марина, занимайте место Да, вот мы тут приготовили для вас такое, скажем, рабочее место Ольга, каким же должен быть новогодний макияж в этом году? Мы все ждем с нетерпением советов стилиста Потому что вот уже я знаю, что наши телезрительницы приготовили ручки И будут сейчас записывать очень все подробно Ну, мне бы хотелось сказать, чтобы новогодний макияж И вообще, в принципе, любой макияж делался с удовольствием Это же такой определенный еще способ расслабиться Процесс нанесения макияжа Если думать уже, как бы, о стиле макияжа Какой модный макияж будет в этом году То очень модно эпоха 80-х приходит сейчас к нам А, вот эти вот большие стрелки Да, большие стрелки Яркие глаза Жанна Агузарова, я сразу вспоминаю, вот этот образ Челка Карсон Да, Челка Карсон Очень модно будет в этом году Уже не матовые помады Яркие, сочные губы Блестки всевозможные Вот вспоминаем журнал «Бурда» Лумяна От щек до висков То есть все это... Вот это заявка неожиданно Ольга, мы вернемся сейчас к новогоднему макияжу У нас есть телефонный звонок Добрый вечер, вы в прямом эфире Слушаем вас Говорите, пожалуйста Добрый вечер Добрый вечер С наступающим вас Новым годом И вот так же с наступающим Меня зовут Павел Я звоню вот из Гомеля Я как раз-таки вот хотел поздравить всех Присутствующих и телезрителей Которые смотрят эту программу Она мне очень нравится И поэтому я хотел бы пожелать Чтобы она дальше продолжала радовать нас Чтобы я после работы люблю их посмотреть Вот Очень рад, что у всех хорошее настроение И хочу всех поздравить Жителей Городской области С наступающими праздниками В частности с Новым годом Желаю всем крепкого здоровья Счастья Чтобы на лицах только были улыбки Позитивные эмоции Прям сопровождали в этом году собаки Зеленый зеленый Ой, какой она там желтый Спасибо большое всем Всех поздравляю Спасибо, спасибо и вас тоже с наступающими праздниками Всех благ Ну что ж, мы готовимся к празднику на Беларусь-4 И сейчас у нас по плану новогодний макияж Ольга, а кстати, можно сделать новогодний макияж самостоятельно дома, да? Чтобы вот покорить вот просто этой новогодней ночью окружающих Конечно, не можно, а даже нужно Хорошо, тогда вот какой вариант предлагаешь сегодня? С чего начинать? Вот подробно расскажи нашим зрителям Потому что ты так быстро это делаешь Ну, первое, что нужно обязательно сделать Это подготовить кожу Я бы советовала в момент, когда делаем уборку Или готовим праздничные угощения Обязательно сделать маску для лица Чтобы макияж был достаточно стойкий И тональный крем, и все средства дальше хорошо держались Обязательно использовать новогоднюю ночь Стойкие тональные крема И вообще косметику выбирать максимально стойкую в новогоднюю ночь Потому что начинаем-то мы праздновать в 10 А заканчиваем по-разному Поэтому обязательно использовать пудру Ну и определиться вообще, где мы будем праздновать Новый год Если это дома, то это будет уместен максимально какой-то спокойный макияж Кстати, очень важное замечание, мне тоже так кажется Если это будет вечеринка какая-то в клубе Либо ресторан То это будет более яркий макияж А мы сегодня будем делать для домашних вариантов? Мы сегодня будем делать для вечеринки Для вечеринки Для такой прям тусовочной вечеринки Главное, которое может быть еще и утром не закончится Та, которая еще может следующим утром не закончится И макияж, который мы сегодня предлагаем нашим зрителям Это, наверное, не просто будет яркий А, наверное, еще такой долгодержащийся, да, Ольга? Да, поэтому я изначально нанесла фиксатор под тональный крем Так Это специальное средство, которое распыляется на кожу Мы ждем, пока немножко подсохнет И потом наносим тональный крем Это из аналогии ремонта Мы сначала наносим грунтовку А потом уже дальше все делаем А вот сейчас это что ты наносишь? Грунтовку? Сейчас я уже наношу консилер под глаза Чтобы скрыть недостатки Так Чтобы освежить взгляд Вот Мы это наносим под область под глаза Ну и все несовершенства, которые есть на коже Тоже можно скрыть консилером То есть обязательно делать кисточкой, да? Потому что мы часто это делаем просто пальцами Честно, я сама себе делаю пальцами И пальцы это, ну, как бы очень удобный, скажем так, инструмент для макияжа Но тут есть одно условие Пальцы обязательно должны быть чистыми Чистыми Да Ну что ж, в течение передачи, Ольга, мы будем очень пристально наблюдать за твоими действиями И, конечно же, рассчитываем на ценные советы Огромная просьба Как только дойдешь до самого яркого, интересного момента, да, выразительные глаза Пожалуйста, привлеки наше внимание А я бы хотела с вами поспорить, Наталья Да? По поводу? Не обязательно глаза может быть самый выразительный момент Что может быть тогда? Это могут быть губы Это может быть хорошая ухоженная кожа И минимум макияжа, но очень свежая кожа Может быть намного ярче, чем максимально выделенные глаза Я думаю, наши зрители согласятся все-таки со стилистом, да Все-таки эксперт красоты Спасибо большое, Ольга Вот на такие советы мы сегодня как раз-таки рассчитываем У нас есть телефонный показ звоночек Добрый вечер Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире Добрый вечер, комеджер Здравствуйте Наталья и гости студии Здравствуйте Меня зовут Герасим Герасим, позвольте поздравить вас с наступающим Новым годом и Рождеством Спасибо, и вас тоже поздравляю с Новым годом и Рождеством И ваших всех гостей Желаю вам здоровья, мира и добра И хочу рассказать свою историю Мы любим в баню ходить Один обычай новогодний Любим мы безмерно Новый год коснется только краем Гомеля едва Идем мы в баню с Ваней непременно А баня эта по-советски 42 И вот мы с другом уже в бане На одном сидим в полке Хорошо, но он в бане с Ваней С жарким веником в руке На жару совсем не ропшим Организм к жаре привык Я лежу на полке общей Рядом с Ваней упритык Греем с другом свои кости А на улице снежок Никакой на сердце злости Счастье я и мой дружок Я свой веничек распарил И давай дружка хлистать Голого нижет, как барин Прочит еще дружку поддать Чтобы быть весь год счастливым Надо перед Новым годом баню посещать Жить, любить, гордиться Гомелем красивым Слушать Вячеслава Корса Вячеслав, вы видите, он сочиняет Герасим, это наш постоянный телевизор Сочиняет на ходу Спасибо большое, Герасим Ну что ж, Вячеслав, забыли вашу фамилию Ничего страшного Ничего страшного Но в принципе хотели срифмовать Ну что ж, вот как оказывается Добрые традиции посещать баню Присущие и современным гомельчанам Это не только героям фильма Спасибо, Герасим, за это поздравление Дорогие друзья, ну что ж, пока Ольга делает Новогодний макияж Самое время узнать Как готовится к празднику Первая красавица Гомеля И сейчас в прямом эфире Я хочу пригласить в эту студию Миссис Гомель 2017 Анастасию Зятику Встречайте, пожалуйста Анастасия, добрый вечер Добрый вечер Познакомьте нас, пожалуйста С вашим сыном Представляйся Как зовут? Зятика Филипп Филипп, сколько тебе лет? Пять Скажи, пожалуйста, ты любишь Новый год? А, люблю Ну, наверное, уже и подарок Загадал желание Деду Морозу письмо написал И что ты пожелал? А, я пожелал, чтобы он мне подарил джойстик Джойстик Дед Мороз знает об этом желание? Знает Ну что же, Анастасия, это главное Спасибо, большое аплодисменты Нашему самому юному Сегодняшнему участнику программы Анастасия, вот для вас Уходящий год все-таки был особенным Вы победили в таком масштабном Конкурсе красоты И причем это событие произошло Практически перед Новым годом Наверное, это вдвойне было приятно Безусловно, приятное событие Мы, как советовал наш психолог Загадывали желание И оно исполнилось Отлично Ну что ж, самое главное Это приятно, когда желания исполняются Да Ну, вы знаете, вот на самом деле Мы сегодня не зря пригласили вас Вот на нашу программу Именно вас Дело в том, что наши зрители Не верят, что красавицы Умеют готовить традиционный Салат Оливье И поэтому предлагаем Разрушить этот стереотип И показать все-таки На что способны Обладатели короны Согласны? Конечно, согласна Красавицы наши умеют все Поддержим? И готовят салат тоже Проходите, пожалуйста Итак, сегодня Анастасия Зятькова Будет готовить салат с горошком А, кстати, чем ваш салат с горошком Отличается от других? Ведь это должен быть Какой-то все-таки особенный Какой-то рецепт Ну, наш салат с горошком Отличается прежде всего Что мы не добавляем туда Колбасу классическую Так, мы ее заменяем чем? Мы ее заменили белым мясом Куриная грудка Белое мясо замечательно усваивается В организме человека Вместо классического майонеза У нас йогурт Туда мы добавили горчичный порошок И пару капель лимонного сока Ну, вот, соответственно Можно уже приступать к нашей готовке Итак, давайте мы еще раз Для наших телезрителей Для тех, кто, может быть, забыл Что такое классический, да? Салат с горошком А, для нашего Вячеслава Который даже, в принципе, не знает Знаешь, что такое ирония судьбы? Я знаю Нет, я знал когда-то Но забыл Но забыл Ну что ж Итак, давайте еще раз напомним Какие должны быть составляющие У нашего такого советского, скажем так Традиционного Да, салата новогоднего Картофель Морковь я добавляю для цвета Давайте покажем все ингредиенты Итак, картофель Картофель Морковь я добавляю для цвета Наши яйца Мясо Ну, это каждый по вкусу, естественно Горох И соус И огурцы И огурцы Нет, огурцы Это обязательно составляющая Итак, вот пока вы будете нарезать картофель Расскажите нам, пожалуйста, немножечко о себе Чем вы вообще по жизни занимаетесь? Ну, по жизни я мама Я жена Профессия моя Я учитель тоже по жизни Да, люблю учить Учу маленьких детей Учитель в школе или в детском саду? В детском саду Ну, вообще, это... И в школе до этого работала А учитель какого предмета? Учитель физической культуры А, вы у нас спортсмен Можно и так сказать То есть вы учите детей Физкультуре, здоровому образу жизни Безусловно, здоровому образу жизни И правильному питанию в целом В целом, отлично То есть вы сейчас будете предлагать Действительно нам такой правильный Здоровый, новогодний Такой здоровый оливье Да, обязательно попробуем А наш еще салат будет отличаться тем Что мы его будем мелко крошить Как говорит моя мама Чем мельче мы накрошим, тем он будет вкуснее Отлично Что ж, будем слушаться маму правильно Итак, мы режем картофель Да, режем картофель Который отпарен до этого Ну, потом мы будем резать все компоненты Хорошо Пау, будем наблюдать А, кстати, вот нашим зрителям Очень интересно всегда узнать Вот зачем успешно замужняя женщина Вот идет участвовать в таких мероприятиях Как конкурс красоты Вот, казалось бы, уже замужем Уже все понятно Зачем? Ну, что такое наша жизнь? Наша жизнь – это получить эмоцию Получить положительную эмоцию И для женщины немаловажно, тем более в браке Это тоже получить положительные эмоции Мы идем на конкурс И тем более, когда у нас есть такое замечательное событие Мы идем, участвуем и побеждаем там Вы знаете, мне интересно, кто вас поддерживал на этом конкурсе? Меня поддерживали все мои родственники Все мои друзья Моя мама, которая, безусловно, наши репетиции проходили вечером И она помогала мне с ребенком Мой супруг помогал мне в этом Он меня поддерживал морально Это тоже весомая поддержка Хорошо, когда супруг поддерживает морально Это очень, конечно же, важно, да, Людмила? Но я еще, знаете, люблю, когда супруг поддерживает не только морально Скажем так, да, возможностей много Я к чему введу? Вот в быту ваш супруг вам помогает? Вот, например, на кухне с салатами А в быту, в принципе, назовем так, по хозяйской части Хозяйственная, да, безусловно Но я считаю, что кухня это место для женщины Ну что ж, вы согласны? Вы знаете, у нас сегодня Вячеслав Он вот до вашего появления в студии Он играл и пел А после того, как вы стали нарезать салат, да У нас пропала музыка И Вячеслав, да, он потерялся Я просто сегодня не успел покушать Я отмечаю даже по какой причине Гостей много, надо быстро крошить Да, и самое главное, накормить обязательно салатом Вячеслава Здесь две задачи Первая, чтобы он продолжал играть А вторая, это чтобы он открыл для себя Хотя бы в эту новогоднюю ночь Такое блюдо, как салат с горошком Но для полного антуража нам не хватает еще рыбы заливной, правда? Да, вот как в том фильме Как в том фильме Гадость, да, заливная рыба? Да, да, да Хрену к ней не хватает Кому чего? Кстати, есть вопрос от наших зрителей Для вас, Анастасия Как часто миссис Гомель посещает салоны красоты И какие косметологические процедуры для нее обязательны? Миссис Гомель, как правило, что такое наша красота? Это то, что как мы себя, как мы часто отдыхаем, спим, кушаем Что мы кушаем, как мы много пьем, воды в том числе Ну и от этого мы уже будем отталкиваться Нужны ли нам салоны красоты? С нашим сейчас Безусловно, нужны Вы посещаете их? Да Как часто? Ну, косметолог это один раз в два месяца По уходу за кожей, общее состояние кожи Но, слушая вас, я могу предположить, что вы просто ведете здоровый образ жизни Абсолютно правильно Рассчитываете калории Калории нет, не рассчитываю, но смотрю за тем, что мы кушаем И сколько мы кушаем В том числе и моя семья, мой муж и мой ребенок Скажите, вы специально к конкурсу или специально к Новому году Вы садитесь на какую-то диету жесткую? Нет, никаких диет, абсолютно я против этого Лучше придерживаться своего веса И находиться в каких-то плюс один, минус один килограмм Это самый оптимальный вариант для любой женщины Спасибо большое Вы знаете, я бы хотела спросить у Ольги У нашего эксперта красоты Ольга, вот разреши, мы тебя отвлечем на одну минутку Да-да Вот смотри, какая у нас интересная женщина сегодня в студии И уже женщина с короной, заслуженной А вот как бы ты могла охарактеризовать сегодняшний ее образ? Мне очень нравится такой образ Я люблю блондинок Это заметно Блондинка, золотое платье и яркие губы Да, яркие губы Это модный образ такой? Это очень модный образ, да Яркие губы сейчас в тренде Единственное, я бы добавила еще яркий маникюр К вашему образу, чтобы его максимально дополнить Но мне кажется... Даже малыша Да-да, мы это учтем и обязательно сделаем Я думаю, просто мы же нарезаем сегодня салат Поэтому, да, решили поскровнее Ну, спасибо, Ольга, большое за совет Кстати, как там у вас продвигается? Мы уже начали делать глаза О, но тогда мы должны на это обратить внимание Расскажи, пожалуйста, нашим зрителям Как правильно накрасить глаза, чтобы они действительно были яркими По-новогоднему красивыми Ну, тут есть небольшие правила, которые надо соблюдать Это подчеркнуть глубину взгляда Это будет самый темный цвет, который мы кладем в уголочек глаза И самый светлый цвет под бровку Цветовая гамма должна совпадать с одеждой, которую мы будем одевать на вечер Ну, либо Прямо вот если очень хочется какой-то цвет добавить в макияж То не бояться этого А просто тогда уже добавить тем же маникюром Так То есть, ну, в любом случае цвета должны, конечно, сочетаться А как ты делаешь, подчеркиваешь глаз? Вот покажи, пожалуйста Я попрошу вот режиссера, оператора Как можно крупнее показать именно глаза, да Чтобы было понятно и ясно, как сегодня это необходимо красить Вот я смотрю уголочки, да Для меня это большая проблема На данном этапе, да, я вот сейчас выделила ярко уголочки То, что я говорила, я высветлила подбровное пространство И пока еще у нас светло на всем веке Я наносила перламутровые тени Так И в самый уголочек, там, где самое темное место Туда я наношу не перламутровые, только матовые тени Так И тогда вот будет та самая глубина взгляда Спасибо большое Я, вы знаете, зачиталась, дорогие друзья Сообщениями от наших телезрителей Лариса Ковальчук прислала замечательную фотографию собаки Я бы хотела вот так вот показать Если получится, конечно же Я так понимаю, это хозяин семьи, наверняка И вы знаете, очень интересное такое сообщение Которое я сейчас зачитаю для всех наших зрителей Пусть собака всех врагов лаем распугает Только искренних людей рядышком оставит Пусть подарит вам она смелость, верность, дружбу Чтобы в жизни было все, что для счастья нужно Лариса Ковальчук, мне кажется, сегодня заслужила аплодисменты И вообще, вы знаете, приходит очень много сообщений Вот, например, Валера поздравляет с наступающим Новым годом работников Мус-2 Мус-2, ну, надо было расшифровать Но я думаю, что работники Мус-2 нас услышали Вопрос есть для Анастасии Зятиковой Задает Бычкова Елена В чем заключается ваше женское счастье? Такой красивый вопрос Как бы это ни банально звучало Но женское счастье, это когда счастье в твоем доме Когда твои близкие здоровы Когда твой ребенок радует тебя своими успехами И когда сама ты органично в себе В принципе, вот простая компания Казалось, банальный ответ Вы говорите, у вас дрожит голос Вы знаете, это дорогого стоит Спасибо большое, Анастасия Кстати, Елена Бычкова поздравляет нашу дружную компанию Или не нашу Свою компанию Ну, какую-то компанию, да С наступающим Новым годом Но спасибо большое Дорогие друзья, я просто хочу напомнить Что в прямом эфире Добрый вечер Гомеле Сегодня мы поздравляем всех с наступающим Новым годом и Рождеством Поэтому оставайтесь с нами Дорогие друзья, на Беларусь 4 продолжается праздничный прямой эфир Мы ждем ваших новогодних историй Каким был самый памятный Новый год в вашей жизни Звоните, пожалуйста, по телефону 34 22 43 Рассказывайте свои истории А также у вас есть уникальная возможность Поздравить друг друга с наступающим Новым годом и Рождеством Итак, вот Леонид, наш телезритель Поздравляет свою супругу Ольгу Карасеву С наступающим Новым годом и Рождеством И благодарит ее за уют Которым она окутала их дом Спасибо, Леонид Спасибо, интересное пожелание А Виктория хочет пожелать всем в Новом году добра, мира в душе И материального изобилия Алла передает вот такое поздравление Друзья, позвольте я присоединюсь к вашим поздравлениям Пусть каждого из вас в будущем году найдет или не покинет настоящая любовь Наталья желает, чтобы все мечты сбывались Чтобы в домах было счастье, благополучие Ну а Зинаида Максимовна вспоминает свою лучшую новогоднюю ночь Она говорит, что это когда в кругу семьи проверено годами Ну что ж, я думаю, это аплодисменты для наших зрителей Которые так активно сегодня участвуют в нашем прямом эфире Кстати, сейчас к празднику готовятся все В том числе и наш программ, это не исключение Напоминаю, что у нас в прямом эфире салат нарезается Макияж новогодний идет полным ходом Кстати, вот Ольга, как у вас дела, на каком вы сейчас этапе? Мы сейчас будем макияж наш украшать Так Я хочу добавить немножко блеска, блесточки И хотела бы обратить на это внимание Очень многие девочки боятся этого Но бояться их не надо А бояться почему? Потому что, как правило, блесточки разлетаются по всему лицу И получается он и в оливье, и везде Есть маленькие секреты Надо кисточку немножко смочить Желательно в средстве, которое закрепите для макияжа Подложить ватный диск под глаз Закрываем глаз Немножко запрокидываем голову И все, и все блесточки остаются на веке И уже никак не под ним И можно весь вечер проходить с блесточками И они не будут осыпаться И макияж будет нарядным И сейчас бы показать, что получилось тоже Интересно Ого! Ага О, дорогие друзья, я не знаю, как вы, мы увидели Закройте, пожалуйста, глаз Мы как раз покажем нашим зрителям Ну вот, вы чувствуете, видите разницу? Вот вам, пожалуйста, новогодний макияж Уже что-то, да, заметно Спасибо, Ольга, у нас есть телефонный звонок Добрый вечер Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста Мы вас слушаем Добрый вечер Добрый вечер, как вас зовут? Меня зовут Михаил Да, Михаил, слушаем Ну, во-первых, наступающим Спасибо, вас так же Спасибо Я бы в первую очередь хотел поздравить всех гомичан Жителей Гобельской области И всех, кто, возможно, видит эту программу в интернете А поздравление у меня следующее Хочу поздравить знакомых и незнакомых Близких и далеких и всех, кого объединяет любовь и надежда С наступающим Новым Годом Пускай исполнятся ваши мечты И пускай отбывается все то, что задумано Спасибо Спасибо большое, Михаил Вот эти аплодисменты для вас Мы присоединяемся Вся наша программа Вся наша творческая бригада Наши гости Зрители в студии присоединяются действительно к этим поздравлениям Ну что ж Вот возвращаемся к новогоднему макияжу Ольга, вообще возможно сохранить такую красоту до утра? Конечно Сейчас мы ведем речь про новогоднюю ночь, а что для этого надо? Ну Не есть, не пить? Почему же? Нужно и есть, и пить Так Ну использовать максимально стойкую косметику и все до утра додержится вполне Ну как-то она так притихла перед ответом Задумала Да Я просто буквально недавно вам отвечала То есть она думает, что она ответила один раз и нам достаточно Ольга, скажи, пожалуйста, а насколько вообще сегодня изменились предпочтения в косметике и вообще красоте в последнее время? Вот мне кажется, что все-таки сегодня нет единого стиля Вот даже посмотреть, что ты предлагаешь, как выглядишь ты, как выгляжу я, как выглядят наши гости Многообразие стилей не является ли это сегодня чем-то таким? Да, сейчас на самом деле такое время, когда нету такого понятия, что вот модно прям вот только красные губы Или наоборот, там отсутствие цвета на губах Сейчас такой период, когда каждая женщина может для себя выбрать тот тренд, который моден сейчас А сейчас их несколько направлений Сейчас модно и готика, и модно макияж 80-х И макияж в стиле твиги, когда графичные стрелки, это очень модно сейчас Тут такой вопрос, куда женщина идет Смотря для кого-то красить И мне кажется, вот сейчас очень модно стало понимать вообще философию макияжа Когда женщина днем, она ньют макияж На работу она приходит с деловым макияжем Вечером она уже с яркой помадой и с яркими глазами А не так, когда днем она идет с ярким смойки айс И вечером она так Да, Вячеслав, смотрите, играть стал потише Он представил просто размер кошелька, какой должен быть, чтобы его супруга три раза в день перекрашивалась И ужаснулся, наверное На самом деле это вот миф о том, что для того, чтобы хорошо выглядеть, надо много косметики Главное ухаживать за кожей Ну, это в моем понимании Ну, я думаю, все так считают И можно подобрать такие косметические средства, которые будут использоваться, например, универсально Например, вот хайлайтер, да Его можно использовать и для век, как тени для глаз Его можно использовать как хайлайтер Его можно добавить к блеску для губ и тем самым изменить цвет помады Румяна те же самые Можно подбирать Варьировать Да, варьировать, да Спасибо Я вот смотрю, что у нас праздничный салат с горошком на подходе Дорогие друзья, напоминаю, что Анастасия Зятикова, миссис Гомель 2017 Не уронив короны первой красавицы, приготовила сегодня в прямом эфире новогодний оливье И я так понимаю, там не хватает еще одного ингредиента Двух Наш соус И? И горошек Отлично Добавляем Добавляем Размешиваем И я думаю, что у нас есть человек, который хочет это попробовать Это Вячеслав Давайте поддержим Очень аппетитно Я наемся и что-то забуду потом Мы есть горох добавим Добавляем весь горох, чтобы было вкуснее Да, чтобы было вкуснее Чтобы у нас не было Галорных И в этот момент можно помолчать Да, просто играет музыка Заправляется салат с горошком Даша, у меня есть одна идея очень хорошая А идея какого плана? Каждый раз, когда проходит наша передача Я делаю рассылку нашей программы Добрый вечер, Гомель По разным-разным частям света Я отправляю нашу программу в Америку, в Швейцарию, в Австралию, в Турцию, в Россию и так далее И давай вот сейчас по вашим нашим девчонкам, соотечественницам Которые оказались волей судеб за рубежом И скажем, что мы их очень любим И пусть возвращаются домой назад С наступающим Новым Годом, дорогие друзья Это привет от нашей программы А вот, кстати, позволяет ли первая красавица в новогоднюю ночь себе вот такие вот калорийные салатики? Ну, он не такой же калорийный Мы же отступили от классического рецепта И все-таки перешли То есть позволяет? Позволяет Ничего в этом нету опасного Вы не томите уже, положите вещества в салат Сейчас, сейчас, мы сейчас замешаем же Надо же хорошо размешать Вячеслав, вы ингредиенты запомнили? Точно? Они прописаны, выписаны всем людям, наверное, уже Уже все это знают Да А вот я хочу уточнить у Ольги, когда мы увидим результат окончательный Пять минут Еще пять минут, ничего себе Ну что ж Мы сделали стрелки А? Мы сделали еще стрелки Мы еще добавили стрелки Еще добавили стрелки, чтобы было еще ярче Ну, а я пока прочитаю пару сообщений Карина сообщает, что Как, значит, прочитаю, процитирую сообщение Мне кажется, у меня самые лучшие воспоминания из детства Когда ты еще так свято веришь во все новогодние волшебства Деда Мороза Когда утром бежишь к елке и находишь подарок Вот все вот, как почему-то Самые лучшие свои воспоминания новогодние связывают с детством Анна хочет поздравить всех участников программы с наступающим праздником Всем самого-самого желаемого Приятных встреч, новых открытий, здоровья и, конечно же, удачи Спасибо, Анна Мы тоже, вот наша программа поздравляет всех наших телезрителей Ну, а Михаил желает, чтобы обязательно исполнились все добрые желания И поздравляет с наступающим всех-всех-всех Дорогие друзья, я напоминаю, что в прямом эфире добрый вечер, Гомель Сегодня тема нашей программы с наступающим У нас еще есть время, чтобы прочитать или выслушать по телефону прямого эфира Ваши интересные новогодние истории Какой была самая запоминающаяся ваша новогодняя ночь 34-22-43, телефон прямого эфира Вы можете позвонить или оставить свое сообщение в Вайбере Дело в том, что мы ждем, когда же Вячеславу предложат салат оливье Я очень хотела смешать все ингредиенты Так, чтобы не разочаровать Салата получилось много Мы смешали все, что у нас было Соответственно, можно начинать Ну что ж, пока Вячеслав будет пробовать Вячеслав, приятного аппетита Остальное нам Спасибо, Настя Я тогда выложу А как давно Вячеслав салат с горошком не употреблял? Ну, я горошек-то люблю сам по себе Каждый день покупаю На самом деле, вы первые Нет, на самом деле, я помню, когда я употреблял салат оливье Но это вот не совсем как бы Я когда езжу, иногда бывает на Беларусь 3 На запись на канал И в Минск, когда приезжаю Вот, нужно что-то покушать Вот я захожу в магазин и покупаю Санта-Брэморовский эти вот Ну так сравните А здесь еще из рук первые красавицы Каташа, ты еще в прямом эфире Да в прямом эфире Давайте поддержим, дорогие друзья Я немножко позавидую Я на аппетита Позаваться аттракцион А ну-ка съешь салаты Понимаешь, для него уже новогодняя ночь практически наступила Дорогие друзья, ну а теперь все-таки вот Замечательно Спасибо Важный момент, да, вот нашей программы только что был Вячеслав, можно сказать, что мы тебя вот сейчас, ну, заставили практически Мне только остается в следующем году, когда уже жену на миссис Гомель отправить участвовать Хорошая идея Ты думаешь, все миссис Гомель так готовят салат с горошком? Ну и посмотрим, может, меня тоже сготовят Спасибо, спасибо, Анастасия Моя готовила, вот открою секрет, что моя жена, она не готовит салат с горошком, но она готовила всю картинку вашего конкурса Все, то, что видели на экране, то, что были афиши, пригласительные дипломы, это все делала моя жена Она тоже участвовала в миссис Гомель, но не в качестве конкурсанта, а в качестве дизайна Давай назовем имя твоей супруги Давай назовем имя твоей супруги Моя жена Марина Климович, она замечательная Дизайнер конкурса Да, дизайнер, главный дизайнер конкурса, миссис Гомель Очень приятно 16-17 Ну вот, видите, как узко, да, как интересно пересекается Спасибо большое Ну что, дорогие друзья, мы не будем мешать Вячеславу, на самом деле пусть он наслаждается этим салатом Это все предстоит скоро и нам А теперь важный момент нашей программы Новогоднее преображение в это стилиста Ольги Щегольковой Ольга, пожалуйста, расскажите нам про макияж, который вы предлагаете модницам для новогодней ночи Итак, я вижу, это золото Это золото, это все оттенки фиолетового Фиолетовый цвет, кстати, в этом году признан самым модным Даже такой прям ультравиолет, я бы сказала Так Яркий макияж обязательно для вечеринки Вы должны выделяться, вы должны быть заметны на фото Вы должны блистать этой ночью Поэтому макияж должен быть достаточно ярким Не бояться двух акцентов на губы и на глаза Губы у нас будут какого цвета? Губы у нас будут модного фиолетового цвета Причем матовые помады немножко уже уступают И им на смену приходят, наоборот, такие глянцевые, перламутровые Даже, я бы сказала, металлик помады Очень модные будут в этом сезоне Ну что ж, мы ждем такого финального аккорда И у меня есть вопрос для наших гостей Скажите, пожалуйста, верите ли вы в гороскоп? Безусловно, верю Вячеслав? Нет Почему? Не верю Просто не веришь в гороскоп? Не верю Удивительно Салат научили есть? Сейчас заставим в гороскоп поверить Людмила, а как ты относишься к гороскопам? Ну, Наташа, вот если утром еду в маршрутке Говорят, рыба, у вас у них все замечательно Все срастется, все будет так Я говорю, о, хороший гороскоп, я верю Но если на следующий день я еду, мне говорят Рыбам вот сегодня не везет Там все будет Я говорю, вообще, кто придумал такие гороскопы? Что за глупость такая? Кто вообще их пишет? Я в это не верю Понятно Ты веришь только в хорошее гороскопы Да, я верю только в хорошее предсказание Дорогие друзья, вот ожидает ли нас глобальная перемена в новом году И кому ждать повышение зарплаты в год собаки? Спросим у человека, который берет на себя смело сделать подобные прогнозы Встречайте, пожалуйста, у нас в гостях астролог Руководитель астрологического исследовательского центра Геннадий Мельченко Геннадий Петрович, добрый вечер Добрый вечер Присоединяйтесь, пожалуйста, к нашей компании Спасибо Присаживайтесь, мы рады видеть вас в нашей студии Видите, как развлекаемся сегодня И поверьте, без гороскопа и без прогноза на 2018 год Но мы не можем просто сегодняшнюю программу закончить И скажу вам честно Всегда хотела узнать, как правильно вообще пользоваться гороскопом Расскажите Безусловно Это самое то, что всех интересует Всех зрителей в студии Всех зрителей этой программы Вообще всех людей Всех хотят знать, что будет завтра И если кто-то даже скажет, что он не хочет этого знать На самом деле он немножко лукавит перед своим подсознанием Потому что мы так устроены Мы движемся вперед Наша жизнь напоминает езду на автомобиле В сложных городских условиях В перекрестке, в светофоре Но мы едем с закрытыми глазами Согласитесь, гораздо более устойчиво, уверенно Мы чувствовать себя будем в жизни Если приоткроем хотя бы один глаз Или два немножко Ах, обмануть меня не трудно Я сам обманывается А вот мне вот интересно Я тогда задам еще один вопрос Геннадий Петрович, а вот скажите, пожалуйста Насколько астрология вообще считается точной? Чтобы вот разубедить таких, как Вячеслав Вот на что, в принципе, опирается в своих расчетах? Астрология вот очень точная вообще Она изначально это элитарная вещь Она рассчитывается только для одного человека То, что мы видим сейчас, засилье своеобразное Популярных прогнозов Вот Людмила говорит, слушает по радио Это все популярные прогнозы Это не астрология даже Это далеко не астрология Астрология исключительно уникальна Делается для одного человека Учитывается точное время, место рождения Вот, естественно, дата Поэтому от того, насколько это точно будет рассчитано И зависит, соответственно, как этот человек будет пользоваться Общий прогноз имеет только всего лишь особенность тенденций Вот эти тенденции главное правильно преподносить Потому что сейчас действительно То, что мы смотрим и видим Эти все тенденции описываются вплоть до событий А такого не должно быть Вообще прогноз, что касается тенденций Должен напоминать прогноз погоды Хорошая погода, либо плохая погода Человек ставит цель Он все равно ее будет достигать Вне зависимости от той погоды, которая будет Просто зная, какая погода Можно взять зонтик Можно надеть плащ И достигнуть цели Единственное, когда мы знаем, что нас ждет впереди Мы оптимизируем свою жизнь Мы разумно тратим свои силы Достигаем все равно цели Но не перерасходуя силу и энергию И поэтому мы сохраним свое здоровье Красоту, мудрость А скажите, как бы вы в целом охарактеризовали Уходящий 2017 год? Вот тоже в целом Вот понимаете, для каждого он был разный Кто-то победил в конкурсе красоты Кто-то родил ребенка Кто-то купил квартиру Кто-то наоборот продал квартиру Не победил в конкурсе красоты Для всех он был разным Но общая тенденция, если рассматривать Допустим, как привыкли говорить Допустим, экономисты, глобальная, мировая политика Да, для Беларуси год был не самый простой С точки зрения экономической ситуации и так далее Но следующий год будет еще более неустойчивым Поэтому в 2017 год в целом можно охарактеризовать как стабильный Потому что те, которые тенденции были, они достаточно стабильны и устойчивы А вот в 2018 году другое То есть вы хотите предостеречь нас от чего-то? Что грядущий год несет с собой? Вот на ваш взгляд, все-таки астролог в студии, дорогие друзья Следующий год просто будет более неустойчивый Тенденции не постоянны То есть нас ожидают какие-то глобальные перемены? Нет, глобальных перемен как таковых серьезных не будет Будет просто постоянная смена тенденций И, допустим, опираясь на здравый смысл и логику людям, которые будут принимать решения Очень сложно будет до конца спрогнозировать окончательный, скажем так, вывод И окончательный исход этих решений Потому что начинаться будет вроде на позитиве, а заканчиваться, может быть, с противоположным знаком Поэтому совет всегда имеет запасной вариант Потому что задумывая одно, нужно будет по ходу быстро переключаться Но вот я уверена, что сейчас наши телезрители хотят услышать Для каких знаков зодиака все-таки они хотят услышать точный ответ? Вы же понимаете, для них гороскоп, для нас гороскоп Это что-то очень точное и понятное Вот для каких знаков зодиака это будет успешный год, а для каких, может быть, ну, скажем, очередным испытанием? Тут даже знаки зодиака не стоит использовать, а стоят какие-то узкие интервалы времени Потому что, допустим, очень благоприятный год 18-й будет для скорпионов, рожденных в первой декаде ноября Так А вот В отличие, допустим, тех, кто родился в октябре скорпиона У них только второе полугодие будет благоприятным Но стоит предупредить особенно овнов, которые родились во второй декаде апреля И водолеев, которые родились в первой декаде февраля Вот для них год будет достаточно сложный Потребуется очень много прилагать усилий для достижения целей Но что самое интересное, что вот Для тех, у кого год благоприятный Те, как правило, ничего не ставят цели, не достигают Они довольствуются тем, что имеют Думаю, там благоприятный, все получится Да, все хорошо, все отлично, да, никуда не нужно двигаться, все устраивать А вот у тех, у которых год сложный Они наоборот будут вынуждены Решать те проблемы, которые у них появились Если я правильно вас понимаю То если в моем гороскопе, например, написано Что у меня какие-то сложности впереди Это даже хорошо? По логике, да Обстоятельства вынудят вас двигаться Мы по своей сути ленивы Если нас ничто не толкает Мы ничего не делаем А если обстоятельства так складываются Что мы вынуждены что-то делать По статистике, именно в периоде сложности Человек достигает всего И карьерного роста, и финансового А можно я вас перебью? Вячеслав, скажите, вы случайно не водолеи Вот этой первой декады, которым там сложно будет? Я Дева А у Дев там как в этом году? Все хорошо? Вот, кстати, у Дева очень хорошо Ну, Вячеслав, ну вот у вас же все хорошо Вы должны Вот и проверим У Дева все хорошо Дорогие друзья Кто водолей первой декады? Есть ли в нашей студии такие? То есть никто не попадает под категорию тем, кому будет сложно? Ну что ж, в этой студии, я так понимаю, собрались счастливчики Еще раз повторите, пожалуйста, ваш вопрос Режиссер спрашивает Что с близнецами, спрашивает Режиссер не может дождаться конца программы Все ли у близнецов будет хорошо? У близнецов достаточно суетливый год Но очень важно Особенно близнецы, которые родились в мае Вот у них очень интересный перспективный год И близнецов, которые родились во второй декаде июня Они тоже могут достичь очень многого Потому что год хоть и суетливый Но для близнецов важна смена декораций Они очень Для них чем больше контактов, тем лучше Поэтому это, по сути дела, их год И они могут достичь многого Главное, чтобы поставить цели Вы знаете, Миха, я хотела вас уже остановить Режиссер говорит, что он может продлить программу Еще на 10 минут Если вы в таком же духе будете рассказывать Про этот знак Спасибо большое А можно вообще рассчитать, кому светит повышение зарплаты в новом году? Ну да, вот именно для тех, о ком я говорил Что именно вот скорпионы Они как бы там В чем отличие? Для них удача, по сути дела Им не нужно предлагать усилия Удача сама будет предлагать им варианты Осталось только им притянуть руку и взять Наташа, давай выясним, кто здесь у нас скорпионы Кто скорпион? Есть скорпионы в нашей студии? Скорпионы про козерога А, ну все, поехали Будет ли еще один конкурс красоты? Может быть уже на какой-то другой арене? Я так понимаю, желание есть? Если предложат, безусловно Отлично У козерогов тоже А если вы не в декабре только взялись? Нет, я январьская В январе Вот для январьских козерогов год очень тоже перспективный Собственно, и этот год был удачный Что может быть лучшим примером являться доказательства Кстати, да, доказательства того, что прогнозы работают астрологически И 18-й год достаточно благоприятный Потому что именно кто родился в январе В средней, скажем так, в первой декаде января Для них еще более степень удачливости повышается Я боюсь предположить У нас есть телефонный звонок И если наш телезритель спросит про гороскоп для своего знака Будем смеяться вместе Добрый вечер Вы в прямом эфире Говорите, пожалуйста Мы вас слышим Здравствуйте Алло Да, здравствуйте Как вас зовут? Анастасия Слушаем, Анастасия Братан, поздравляю тебя с Новым Годом Так, поздравили братана с Новым Годом Желаю счастье Ну, всего самого лучшего, братан Анастасия Ну, мы тоже поздравляем вашего братана с Новым Годом Спасибо вам большое за этот звонок Спасибо большое Вы попали в прямой эфир По-моему, мы именно этого и хотели Я знаю, что предсказания бывают разные Это могут быть, ну, скажем так И предсказания в гороскопе И предсказания от психолога У Людмилы есть волшебная коробочка Сюрприз такой Да, такой сюрприз И я знаю, это такой новогодний подарок от Людмилы Участникам нашего сегодняшнего эфира Итак Но это не столько подарок Подарок в предсказании, скажем так Нет А что нужно? Нужно, не глядя Не глядя, да? Вытащить Ну, скажем так Здесь, вот как мы говорим Собака – это символ года, да? Вот здесь лежат тоже определенные символы Символ чего? Символ удачи, символ путешествий, символ благополучия, ну и так далее Да, этот ряд можно продолжить Вы сейчас не глядя Там чего-то так вот Давай, Геннадий Петрович, предложим начать И вытаскиваете, хорошо? И по вашему мнению, что это для вас означает? Хорошо? Интересно Интересно, да Левой рукой Я шучу, как вы хотите Мы же тоже шутим, как астрологи Ага, покажите Геннадий Петрович, вы купите самосвал? Называется «Волсы – маленькая тележка» Это символ Автомобиль Автомобиль Будем надеяться на автомобиль Хотите выиграть на дыре? Ну, не самосвал Так, 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 так Ага Что это? Покажите нашему, пожалуйста, оператору А я не совсем понял, что это А как что видите, то и говорите, Вячеслав По-моему, это женщина в кокошнике Да это такая девушка Это ваша жена наверняка участвует в конкурсе Что вы подсказываете, Людмила? Не подсказывайте Ну, я понял Сейчас подумаю Так Вячеслав не понял Ага Что светит много Посмотрите, зеркальце Ничего себе, Анастасия Вот правильно А что это для вас? Ну, для меня, я думаю Светму зеркальца скажи Да, всю правду доложи Кто на свете всех милее Паплодируем, дорогие друзья Наташа, вам Вы пропустили Молодого членника Самого важного Давай, попробуй Вытаскивай Так, 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 так А, путешествие, я думаю Путешествие Соломиная шляп Ну, давайте, Наташа, вам Итак, я понимаю, что в этой коробочке то, что, в принципе, меня ждет в этом году? Ну, да, Наташа Что-то типа этого, да? Вот видите, уже пошел процесс самопрограммирования У меня две Тащи две У меня золотая рыбка И верблюд Так, и ряды верблюд Я, наверное, поеду на Египет Скорее всего Спасибо большое Отлично Ну, девчонки, Ваша Так не подглядывать Нужно вот так, чтобы вот Куда рука Машенька Ага, ретро После такого макияжа Кстати, я бы хотела, чтобы обратили внимание на макияж Да, наши операторы показали Какой интересный образ И серебряная машенька Новогодний макияж, который, да Ага Может быть использован для встречи Не знаю, камень Амород Драгоценности Амород, я надеюсь, что драгоценный Ага Итак, наш эксперт красоты Ольга Щеголькова Вытащила обыкновенный Драгоценный камень Ну что ж Мне кажется, что в принципе сейчас Мы все каким-то образом загадали Или может быть уже получили отгадку Какого-то своего желания, да А вот, кстати, Геннадий Петрович Говорят, что вот в момент боя курантов Нужно обязательно загадывать желание И тогда оно сбудется Вот что по этому поводу думает астрология? Да, астрология присоединяется к этому Потому что циклы ритмы Любое начало коррелируют с окончанием процесса Поэтому вот это вот Когда все собираются дружно В новогоднюю ночь По сути дела Они подключаются к коллективному Бессознательному И возникает эффект резонанс Если мы Год тенденции благоприятны Они усиливаются Если неблагоприятны То степень их неблагоприятности уменьшается Поэтому именно вот эта вот Своеобразная мистика и магия Когда все дружно думают об одном и том же Строят планы Некоторые планы действительно Срезонируют с большинством И они исполнятся Поэтому нужно загадывать Ну что ж я хочу позволить Себе Загадать сейчас Маленькое желание Думаю вы меня поддержите Давайте все вместе закроем глаза И попробуем Загадать желание Чтобы вот прямо сейчас В прямом эфире В этой студии Появился символ нового 2018 года Маленькая желтая собачка Дорогие друзья Закрываем глаза Аплодисменты Итак Маленькая желтая собачка В прямом эфире На добром вечере Привет Привет Всем привет Аплодисменты Добрый вечер Представьтесь пожалуйста Здравствуйте Меня зовут Татьяна А кто с вами? Со мной это собака Алиса Которая на данный момент Олицетворяет Символ будущего года Желтую, земляную Умную, дружелюбную Преданную собаку Да вы счастливая женщина В рыжую, земляную собаку Иметь дома Да еще и целый год Вам просто повезло Вы знаете Я имею в доме уже 7 лет То есть я 7 лет готовилась К встрече этого нового года Этого нового года А Алиса может пожелать Что-нибудь нашим зрителям? Алису Давай скажем Алиса воспитанная собака Ну что ж Что вы пожелаете нашим телезрителям Раз вы хотите Я желаю Такой очаровательной собачке Я желаю здоровья Я желаю обязательно дружелюбия Я желаю обязательно преданных друзей В следующем году И обязательно заботы О своих близких и друзьях В том числе о прекрасных собак Всех типов Всех мастей И всех пород Приходите и делайте вакцинацию В ветеринарных клиниках Дорогие друзья Мне кажется Что все Кто сегодня Притронется к Алисе Будет просто счастлив В новом году Поэтому если вам не тяжело Ну что ж Наша программа Подходит к концу Но я бы хотела Может быть золотая собака Так Вот Сейчас желания сбудутся Обязательно Давай Загадывай желания Загадывай желания Дорогие друзья Ну теперь вы знаете Как правильно мечтать О самом сокровенном Спасибо вам большое Я желаю Чтобы все наши желания Сбылись Чтобы все наши мечты Исполнились Вы знаете Хотелось бы сказать Огромное спасибо вам Дорогие наши телезрители За то что вы весь этот год Были с нами Наша программа Поздравляет всех вас С наступающим Новым годом И Рождеством И вы знаете Мы уже с нетерпением Ждем новых встреч В 2018 году Это был еще один Добрый вечер Гомельс Наталья Войнец И до новых встреч В прямом эфире У хороших людей Зажигаются яркие елки У хороших людей За столами тепло и светло Нехороших людей Съели страшные серые волки И следы тех волков Новогодний пургой замело По веселой земле Ходят добрые Деды Морозы Из огромных мешков Непременно подарки дарят Разноцветными бусами Сделались детские слезы И на лапах еловых Нарядные ярко горят И не то чтобы пьян Но шампанского Брызгами взвинчен Произносит хозяин Научно разбойничий тост И смеется в ответ Со стены Леонардо да Винчи Словно самый ученый На этой земле Дед Мороз Прославляю тебя Новогодняя пестрая полночь В серпантинах твоих В мишуре конфетти и конфет А когда мы устанем Придет непременно на полна помощь Незнакомого года Загадочный первый рассвет Подускнеют в лучах Фонари на пыск Какой-то там елке И свое отгостив Я на первый троллейбус уйду Нехороших людей Уже скушали серые волки И следы тех волков Замело еще в прошлом году Нехороших людей Уже скушали серые волки И следы тех волков Замело еще в прошлом году Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok